А мы уже витаем в нашей студии нашу гостю Светлана Чебанова, художница, витаем вас, доброго ранку. И я вас витаю. Не так давно, мы знаем, мы открылися и прошла ваша выставка, так, ваших работ. Расскажите, будь ласка, про ней, про те, как это сталося, будь ласка. Ну, во-первых, здравствуйте, да, все-таки еще раз. Очень приятно быть здесь, спасибо, что пригласили, спасибо, что обратили внимание на события, которые для меня важны, и это очень приятно. Да, действительно, у меня открылась выставка, выставка проходит в библиотеке, детской библиотеки, Шура и Вити, все знают эту библиотеку. И я сама, будучи школьницей, я рядом в школе училась и эту библиотеку посещала, как бы втройне приятно там представиться. Вот, поэтому открыта выставка, да, и она еще работает, и будет какое-то время экспозиция висеть. Как называется ваша выставка? Этот вопрос, да, мне задали сразу, когда мы повесили, ребята в библиотеке, Света, ну как же мы назовем? И первое, что пришло, это просто, ну такая была молния, назвать библейской цитатой «Вначале было слово». Это цитата из Евангелия от Иоанна, первая глава, первый стих, очень известная. Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога, да? Да, да, да. То есть, у вас выставка несколько духовное имеет отношение к теме? Да, 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 так точно. Как все, из чего все началось? В плане рисования или в плане проекта выставки? Да, в плане проекта выставки, из плана рисования. Потому что если в рисование, то нужно пойти далеко. Давайте сходим. Тогда идем далеко. Это был 2004 год, и то, что касательно графики, потому что на этой выставке представлены графические мои работы. Я, в принципе, рисую много и часто, и особенно последнее время. Но в 2004 году меня вот увлекла именно такая тема, библейская, духовная и в таком стиле графики. Я рисую маркером, черным маркером по бумаге, и, собственно говоря, такой вот неожиданный результат получается. А рисую я как бы давно, с детства, я закончила художественную школу. Ну, вот, и как-то всегда это было интересно. Я очень люблю живопись, очень люблю живопись. И как бы всегда есть вопрос, а почему же графика? Ну, вот так вот сейчас сложилось, и мне это нравится. Это настроение души. Да, да, пожалуй, да. А как все-таки родилась идея выставки вот такой? А спочатку было слово, первым было слово. Я дружу с ребятами, которые работают в библиотеке, и мы с ними делали несколько встреч для школьников по поводу здорового образа жизни. Мы проводили несколько встреч, и как бы появилась такая как бы дружба, и ребята знают, что я рисую, и у них сейчас такой интересный формат они придумали для библиотеки, для встреч с разными, с молодежью, с школьниками. И они пригласили меня показать работы, и мне интересно, потому что меня всегда захватывает все, что связано со встречей с молодежью, школьники. Можно встретиться, можно показать что-то новое ребятам, донести какое-то, ну, как что-то интересное, за что душа зацепится, за что зацепится внимание, на что будет дальше, в дальнейшем жизнь как-то, может быть, спроецируется. И мне было интересно, я согласилась, и это, в принципе, было сделано ради встреч со школьниками, но так получилось, что немножко трансформировалось. Да, 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 получилось. Хорошо, мы запустили первую встречу со школьниками, я думаю, мы еще в сентябре сделаем несколько встреч, и получилось сделать отдельно вечером открытие, и пригласить моих друзей, пригласить всех желающих. Поэтому для меня, ну, такая немножко спонтанная, то есть из маленькой, из маленькой, интересной, простой такой инициативы выросла что-то вот такое вот персональная выставка. У нас есть подборка видео, да, Ольга? Да, подборка фотографий, подборка фото из вашей выставки. Я предлагаю их просмотреть. А давайте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ну, не сказать, что абстракция, потому что там есть мысль Потому что там есть мысль, там нет, возможно, сюжета, то есть, это не библейские сюжеты, это не Христос, стоящий у двери, стучащий, это не пастырь, который на руках несет огейку. То есть, это не классические догматические вещи? Это не совсем сюжеты, это больше откровения, это больше образы, это больше вникания в сюжеты, какие-то личные переживания. Вот эта последняя работа, она называется «Откровение». И как бы то, о чём вы спрашиваете, да, это откровение. Светочка, вот у меня ещё возник такой вопрос. Ты используешь чёрный маркер, это ближе к графике, к чёрному перу, угольку. Тушь, тушь, перо, да, угольку. Не хотела бы ты использовать какие-то цветные краски? Ой, я бы, может быть, и хотела. Или это не по концепции твоего внутреннего мира? Скажем так, почему именно графика? Да потому что получается. Потому что получается. В принципе, я рисую разное. И есть какие-то такие работы в одном плане, какие-то предложения от кого-то поступают, что-то делать вместе. Но вот это направление для меня отдельное и особенное. И мне нравится, как это получается вот в графике, в линиях. Мне кажется, что это более поэтично. Я не противник цвета. Я за радость, за жизнь, за краски. Постерим о духовных темах. Какие ещё жанры живописи вам близки? Любите ли вы какой-то одни из них больше, чем другие? Я очень люблю Маддильяне. Это моя безумная страсть и любовь. Выкинует и шею. Или это ещё с художественной школы? Это сто процентов с художественной школы. Это педагог в истории искусств вложил в меня любовь к Маддильяне. А как же знаменитые кувшинчики? Кувшинчики. Кувшинчики. Если ты не рисовал кувшинчик, ты не был в художественной школе, да? Мы рисовали кувшинчик. Всё начинается с кувшинчика. А потом такие вот Маддильяне и вот такие Светы Чебаны получаются. Светочка, раскрои нам, пожалуйста, свои планы на будущее. Я не строю планы на будущее. Хочешь планы? Или всё-таки в творческом порыве у тебя есть какие-то идеи? Да нет, я больше полагаюсь на спонтанность, больше полагаюсь на какие-то, ну на лёгкость, на какие-то моменты сухоносные. Что бы хотелось создать ещё? На какие темы творить? Да мне бы просто хотелось творить. Мне бы хотелось творить, мне бы хотелось быть, мне бы хотелось иметь возможность реализовываться. Мне бы хотелось иметь возможность, мне бы не только для себя хотелось иметь эту возможность, мне бы хотелось, чтобы люди имели возможность быть, творить, развиваться, быть смотивированными на какой-то поиск внутренний, на саморазвитие, на чтение в конце концов. Светочка, я знаю, что ты очень активно проявляешь себя в гражданской позиции. Скажи, пожалуйста, а ты не думаешь какие-либо проекты совместные сделать с ещё какими-то другими художниками? Нет, я не думаю так, но дело в том, что я участвую в проекте. Большой всеукраинский проект, который называется «Слава Фролова Групп» для молодых украинских художников, это проект, который организовала и на своих плечах несёт известная всем ведущая «Слава Фролова», «Украина – мая талант», все сезоны, знаете, да, наверное, ни для кого не… Конечно. Вот «Слава» в один прекрасный момент родила такой проект, пригласила художников, была возможность послать портфолио, показать себя, и я отправляла портфолио, как и все, и есть эта возможность, в принципе, и сейчас, проект открыт, и приняла вот участие, и с помощью проекта была возможность выставиться на двух крупных мероприятиях в Киеве, и для меня было это большой честью поучаствовать в таких столичных проектах, именно с вот этими ребятами, и большой плюс, очень классно, мне нравится эта фишка, что площадка большая, и вообще суть проекта – создать площадку, на которой будет возможно встретиться художником, получить возможность выставляться, показать себя там, где ты не мог бы показать. Вот для меня это правда возможность, у меня не было такой возможности показать себя, ну, в каком-то другом, в другом городе, сейчас эта возможность есть, спасибо большое проекту. И классно то, что есть возможность общаться. Я с конца 2012 года в проекте, и я наблюдаю, пусть удаленно, пусть не всегда есть возможность встретиться, или где-то есть возможность поехать на выставку, едешь, смотришь, но знакомишься. Но можно и наблюдать в сети, как ребята работают, как движется у кого творческая судьба, какие новые открытия. Есть потрясающие ребята, невероятно талантливые живописцы, невероятно талантливые. Просто я вдохновляюсь и удивляюсь, и просто благодарю Бога за то, что есть такие люди у нас в стране, и молодежь такая активная, такая потрясающая, талантливая. И есть проект, который можно друг за другом наблюдать, потому что у меня не было таких связей, и, в принципе, ну как-то не было бы на кого посмотреть, а сейчас есть возможность видеть друг друга, общаться и наблюдать можно со страниц, если кому-то стало интересно. Есть официальный сайт Слава Фролова Групп, можно найти в интернете, есть ВКонтакте, Фейсбуке страницы. Где можно посмотреть, работаете художники. Да, 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 ребят можно посмотреть. И принять участие, да? Ну да, там есть, можно обратить внимание. А ты знаешь, может быть, кто-то еще с Николаева участвовал в этом проекте? Тебе известны имена? А я, это вопрос, который меня интересует. Я когда-то, наверное, год назад спрашивала у ребят-кураторов, а есть ли кто-то еще из Николаева, и я поняла, что есть ребята из Николаева, но они не проживают в данный момент в городе, где-то они, я не знаю, может быть, Одесса, Киев, еще где-то. Поэтому не могу назвать фамилий. Может быть, на сегодняшний день еще кто-то есть, а я не знаю. Такое может быть. Просто, может быть, я упустила. Хорошо, Света, скажите, у каждого художника разные мечты и желания. Многие хотят создать масштабную какую-то работу. Есть ли у вас желание, по-моему, в большом формате, в большом масштабе? Большие. Гигантомания. Да, ну, я же говорю, разные художники по-разному. Вот у вас есть такая мечта? Нет, гигантоманией я не страдаю. У меня есть мечта. Ну, что-нибудь типа сикстинской капеллы там, по размеру, по размашек. У меня нет амбиций, но у меня есть мечта. Мне хочется жить в мире и транслировать мир. Мне хочется иметь возможность говорить на языке, который мне понятен, который еще кто-то услышит. И я не могу говорить о чем-то таком большом. Мне кажется, мне гораздо больше нравятся маленькие вещи, но сделанные с большой любовью, с точным пониманием, что ты хочешь, с 100% отдачей. Потому что можно молотить невероятные какие-то вещи, а они будут пусты, и будет это стук по пустому ведру. Классно, когда есть интересные инициативы, маленькие или большие. Вот, например, вот этот наш художественный проект, это большая инициатива. Сейчас больше, по-моему, 300 художников страны собраны. И ты тут ничего не скажешь, это огромная инициатива, но она сделана для людей, она сделана для художника. Ты чувствуешь себя там комфортно, о тебе заботятся, для тебя создают условия, тебя зовут, приглашают, ты чувствуешь себя нужным. Это с любовью, это приятно. Спасибо тебе, Светочка, что ты к нам пришла в эфир. Ты наша давняя уже знакомая, которая мы с тобой в течение нашей жизни сталкивались. Очень благодарна тебе, что ты пришла. Спасибо, что позвали, интересный опыт. Мы хотим побажать, как-то скажу, ту, если бы банально, ту творчую инициативу, а так, доброго вам шляху, творчого шляху. Слушайте. Новых вам возможностей и создания ваших творчих мрей. Дуже дякую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова